Девушки отдыхают Губернатор в своем ежегодном отчете, как его слова восприняли депутаты и общественники. В субботу все желающие смогут исполнить песни Владимира Высоцкого. У него по-прежнему огромное количество поклонников. Пусть черёбухи сохнут бельем на ветру. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Метель, шквалистый ветер и снег. По этим причинам Барнаульский автовокзал вынужден был отменить сегодня 191 рейс. Это больше половины от того количества, которые совершаются ежедневно. С сегодняшнего дня в крае объявлен режим ЧАЭС и действует штурмопрогноз. В снежные заносы из-за метелью нулевой видимости в Поспелихинском районе попали 40 машин и 5 автобусов. Людей эвакуировали в пункты временного размещения. Чтобы возобновить дорожное сообщение, в край направили подкрепление, группировку спасательного центра из Новосибирской области. Обильный снегопад, который не прекращался и сегодня, осложнил ситуацию на дорогах Барнаула, тротуарах и во дворах. Подробнее об этом чуть позже, а сейчас еще к одной важнейшей теме дня. Экзамены сданы, но оценка неоднозначная. Сегодня глава региона Александр Карлин отчитался перед депутатами Краевого Заксобрания и общественностью о работе администрации в 2016 году. В ходе доклада губернатор сделал несколько важных заявлений о поддержке отдельных категорий граждан. Впрочем, и замечаний от слушателей как к самому отчету, так и к проводимой властями политики, прозвучало много. Подробнее об этом событии репортаж Елены Макаренко. Ежегодный отчет губернатора проходил в непривычном формате. Депутатов и общественность сначала пригласили в концертный зал «Сибирь», в котором, кстати, не нашлось мест для журналистов. Их посадили за дверями в холле. Почему, нам так и не объяснили. Сам доклад губернатора больше напоминал презентацию достижений. Глава региона декларирует, Алтай вышел в лидеры и по объему привлечения инвестиций, и по темпам роста зарплаты. Правда, за последние 11 лет. Номинальная средняя заработная плата возросла за это время в 4,3 раза. А в сфере сельского хозяйства наиболее значимы для нас в 7 раз за это время. Среднедушевые денежные доходы в номинальном исчислении возросли в 4,6 раза. Если верить цифрам отчета, позитивная статистика в целом сложилась и в аграрном, и в промышленном секторе, и в сфере бизнеса. Административное давление на предпринимателей снизилось, а число малых предприятий в разы выросло. Социальная сфера не отставала. Действительно, сегодня существуют меры социальной поддержки и молодых специалистов, которые приходят в школы, и тех учителей, которые имеют уже большой стаж работы. Это и возможность участия педагогов в грантовой политике, реализуемой на территории Алтайского края. Это и система организации учебной деятельности в инновационном режиме. Отчет длился почти два часа. Кто-то даже успел вздремнуть. Аплодисменты докладчику звучали несколько раз. Самые бурные. Когда он пообещал, что на Алтае доработают закон о детях войны и, может быть, ведут выплаты для них. Впрочем, все это не остановило эсеров. Свои замечания к докладу они высказали. Для нас главная проблема, которую мы поднимали и на ней мы хотели бы сконцентрировать внимание, это проблема бедности населения, потому что все-таки эти абстрактные цифры роста экономики должны выражаться в конкретных показателях роста реальных доходов населения. Это да. Львиную долю замечаний и претензий представители фракции высказывали уже в парламентском центре, где продолжилась пятая сессия ЗАГСобрания и, собственно, дискуссия по отчету главы региона. ЛДПРовцы, как и эсеры, работу исполнительной власти признали добротной, но не безупречной. К примеру, лукавой назвали статистику по темпам строительства и некоторым другим сферам. Я взял постановление, которое было в 2015 году ЗАГСобрания. Там как раз и говорится о том, что в 2015 году мы построили больше, чем в 2014. А в этом постановлении мы видим, что в 2016 году мы построили больше, чем к 2011-2013 годам. То есть вот такая некая манипуляция. Хотя к 2015 году у нас там практически 16% падения уж точно есть. Коммунисты припомнили властям слабые результаты на выборах и отмену компенсации для родителей дошкольников и сельских учителей. Но губернатор парировал и сделал резкий выпад в сторону педагогов. Так вот у меня претензии, когда я в этот дворец приезжаю полностью оснащенный интерактивными досками и прекрасные компьютерные классы и так далее, и так далее. И я имею перед собой хилые результаты педагогического труда. Вот в этом вопрос. Несмотря на разногласия и разночтения, работу исполнительной власти за прошлый год представители всех политических фракций в итоге признали и за отчет проголосовали. Но при этом депутаты отметили, обещаний дано много. Например, обеспечить жильем все многодетные семьи или дополнительно поддержать муниципалитеты. Как все это будет выполняться при нынешнем уровне финансирования – большой вопрос. После отчета губернатор края Александр Карлин ответил на вопросы журналистов. На пресс-конференции было значительно меньше СМИ, чем планировалось. Большинство представителей районов не смогли добраться до краевой столицы из-за метели и закрытых трасс. Встречу с журналистами губернатор начал с того, как власти региона сегодня организовали расчистку дорог от снега и эвакуацию застрявших машин и автобусов. Но журналистов интересовали и многие другие вопросы, например, об изменении кадровой политики во власти региона. Александр Карлин заявил, что число молодых управленцев в регионе растет, но условий для карьерного взлета им создавать не будут. Сначала эти новые кадры должны доказать администрации свою состоятельность. На пресс-конференции обсуждалась и проблема демографии, численность населения в крае снижается, а смертность превышает рождаемость. Затронули также один из самых проблемных вопросов – миграцию жителей края в другие регионы. Средний американец в течение своей жизни переезжает не менее 5-6 раз, примерно один раз в 5 лет, меняя место жительства и работы. Каждый американец, как правило, ездит за рабочим местом. Работа – это очень габаритная штука, сложная. И возить ее, особенно по небольшим дорогам и в небольшие населенные пункты, мы только что о ней говорили, не очень технологично. Подробный материал с пресс-конференции сейчас готовится к эфиру, мы покажем его в завтрашнем выпуске. А теперь возвращаемся к теме. Многие жители краевой столицы начали сегодняшний день с активных физических нагрузок. Одни откапывали машину, другие – выходы из дома и выезды на дорогу. Анастасия Дороган проехала по городу и оценила ситуацию. Почти сутки на Алтае не прекращается метель. Проблемы с видимостью даже на городских улицах. На дорогах большая колея, еще рыхлая, из свежего снега. Основные дороги чистят, а во дворы заезжать невозможно. Там машины просто тонут. Во дворы на Южном машины и вовсе не заедут. Забором стоят снежные барханы. В последний раз техника была, наверное, даже не соврать, 8 января. Там к мусорке пройти невозможно, сегодня по пояс шла. Ограничены в движении даже пешеходы. Это тропинка, тротуар на Пролетарской. А широкая пешеходная дорожка на проспекте Дзержинского под этим полем. Не надеясь на коммунальщиков, барнаульцы сами ищут выход из ситуации. Приличная, то есть не такая уже совковая, совсем масенькая не обходишься. А сколько раз за зиму уже применяли ее? Да, ну, уже пару раз было. Когда вот они вот так почистили грейдеры, да, и вот сюда, а отсюда, я не знаю, кто должен очистить, но ты уже на парковку не можешь заехать, а если ты был на парковке, то ты не можешь из нее выехать. Только назад. Безнадежно пытались вытолкать машину в переулке Карева. От заезда пришлось отказаться. И первому в очереди, и двум авто за ним. Это, наверное, 30-й уже. Расскажите, какие улицы самые опасные сейчас? На горе все вот так. Все забито, все. Не прошло и 10 минут, как на этом же месте снова затор. Очередной автомобиль буксует и не может взять высоту. Рядом уже второй час чистят двор супруги Кудиновы. И на такие автопроцессии уже не обращают внимания. Каждый день здесь такая картина. Не чистятся дороги вообще. Даже скорая проехать не может подняться. Разворачиваются, уезжают. Рекорды самоотверженности в борьбе со снегом бьют в селе Лебяжье. Улицу Школьную с 6 утра расчищают двое мужчин. Стена и снега справа от нас – это то, что осталось от огромной лавины, накрывшей всю улицу. Там где-то метров около 25, наверное, 30 мы прочистили. Там еще метров 30 осталось. Председателю звонили, сельского совета нашему, да. Он дал телефон автодора. Позвонили в автодор. Нам сказали, что вы у нас в планах даже не стоите. Улицу, на которой живут пенсионеры и инвалиды, жильцы чистят за свой счет. С октября они отдали за это уже 24 тысячи рублей. Брать ли остальным горожанам расчистку в свои руки или ждать, когда же приедут коммунальщики – вопрос открытый. Анастасия Дороган, Николай Шелко, информационный канал «Город». С трудом добирался до нашей студии наш сегодняшний гость – руководитель интернет-сообщества «Барнаул-22» Алексей Куриленок. Алексей, здравствуй. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Ты это сделал. Да, добрался. Наверняка на вашем паблике сегодня шквал сообщений о заснеженных дорогах. Сколько обычно приходят и сколько сегодня, знаешь уже? В среднем в сутки к нам поступают где-то 200-250 новостей разного формата. Мы как площадка для обсуждения служим в интернете, поэтому люди предлагают в принципе свои такие, знаете, социальные проблемы разного характера. Но сегодня из-за снегопада, из-за того, что многие застряли в снежном плену на трассах, нас буквально завалили. Поэтому многие не могли дозвониться до спецслужб, ну, с нескольких раз, ну, то есть с попыток дозванивались, ждали помощи на трассах. Поэтому вот там автобус застрял где-то на трассе, их заметало. Вот люди имели доступ в интернет через мобильные телефоны, поэтому все писали нам, так сказать, с места ЧП. Вот так. Вот какие дороги, по мнению барнаульцев, самые проблемные? Дворы, переулки? Ну, первая такая проблема, самая, наверное, обсуждаемая, это все-таки дворы в городе. Вот именно дворовые территории, которые относятся к управляющим компаниям, конкретно привязаны за каждой компанией, ну, наверное, больше половины не чистится вообще. Потому что очень много жалоб приходит прямо от водителей скорой помощи, от водителей, допустим, даже пожарных расчетов, которые просто, ну, не могут проехать из-за того, что там набита колея, и они просто их либо стягивают из этой колеи в сугроб и так далее. Поэтому вот такие проблемные темы, вот, связанные с управляющими компаниями, конкретно в каждом дворе, они есть. Очень много жалоб в последнее время приходит именно по этим темам. А на втором плане уже, ну, малые и средние улицы, да, которые имеют меньше проходимый поток автомобильный, поэтому там, так сказать, реже убирается, да, снег. Поэтому много жалоб в том, что именно идет сужение дорожной проезжей части, потому что снег разгребается, но он разгребается на стороны от проезжей части, и, соответственно, минус полоса, либо минус две полосы, и, следовательно, возникают пробки, заторы. Вот это большой негатив несет от автомобилистов, от вообще, от барнаульцев. Особые проблемы, на третье бы я выделил то, что люди, многие пешеходы именно, они не могут пройти вдоль дорог, особенно касается Лебяжи, Лебяжи и так далее, потому что там просто снег разгребается на стороны, но там вдоль дорог, то есть там выделена часть под тротуар, но она просто завалена двухметровым слоем снега, следовательно, дети в школу идут по проезжей части, снег не вывозится, это там совершается потом ДТП, наезды на пешеходов, то есть все сводится к тому, что вот это вот опасные, ну, так сказать, возникает опасность очень большая, из-за того, что снег на обочинах уже превысил там метр, два метра, местами еще больше. Вот, поэтому основные улицы, то есть города, вот центральная часть, да, или где спальные районы города, они все-таки чистятся, и люди все равно относятся с пониманием в какой-то мере то, что очень снега много в этом году, поэтому все стараются с пониманием отнестись к дорожным службам. Вот дорожники на замечания как-то реагируют? Ну, реагируют, но они не успевают реагировать, это просто физически нереально убрать столько снега и оперативно его убрать, вот, допустим, сегодня за ночь, ну, сколько его выпало, а еще сколько намело снега, то есть просто многие дворы перемело, даже внедорожники проехать не могут, поэтому сейчас вот снег, снегопады закончатся, все будут уборкой заниматься, и я надеюсь, что барнаульцы тоже будут помогать, помогать будут убирать снег, потому что дворники, а зачастую дворники у нас очень пожилые люди, бабушки, дедушки 60-летние, которые, ну, физически просто не смогут перелопатить такое количество снега, поэтому нам надо им помогать. Я каждое утро выхожу, очищаю свою парковку, ну, и если вот остается время, очищаю там прилегающую территорию. Физическая нагрузка тоже полезна. Ну, кстати, да. Я знаю, что вы не просто наблюдаете за тем, что происходит, ну, и пытаетесь как-то эту проблему решить, и уже запустили новое приложение. Коротко расскажи. Приложение, сразу говорю, не наше, мы являемся информационными партнерами, поддерживаем это мобильное приложение. Ребята разработали, ребята именно барнаульские ребята, стоит подчеркнуть, разработали мобильное приложение, которое, я думаю, поможет всем барнаульцам совсем уже скоро, оно уже доступно, в принципе, для скачивания на Google Play, поэтому мы его анонсируем на днях, оно поможет всем барнаульцам оперативнее сообщать о проблемных каких-то проблемных местах в городе, где не чищены улицы, где не работают светофоры, где завалена проезжая часть вообще, в принципе. Вот, на такие темы, я думаю, будет оперативно, ну, уже оперативно нам сообщать, и мы будем сообщать уже в различные службы города. Вот, я думаю, мы на этой неделе его запустим, поэтому анонсируем подробно на сайте и в соцсетях его. Ну, принцип работы будет такой, я нахожусь на проблемном месте, фотографирую, тут же автоматически... Да, вы находитесь на проблемных местах города, допустим, не работает светофор, вы сделали фотографию, заходите в это мобильное приложение, прилагаете эту фотографию, буквально две строчки о вашей проблеме, то, что, допустим, там не работает светофор на такой-то улице, на таком-то перекрестке, оставляете свой мобильный телефон, как с вами связаться, и отправляете это либо в комитет по дорожному хозяйству, либо в администрацию города, ну, следовательно, кому-то проблема больше относится. То есть, 100% мое замечание дойдет? Ну, это отправляется обычное электронное сообщение, ну, то есть, в определенную службу города. Поэтому проблема здесь в чем? В том, что оперативности не хватает, многие, те же дорожные службы, не успевают реагировать на какие-то там проблемные места в городе. Допустим, знак пешеходного перехода после аварии, его не восстановили. Произошла авария, знак сбили, его там месяц уже не восстанавливают. Соответственно, когда происходят аварии, там опять наезды на пешеходов и так далее, знака нет. То есть, просто люди берут, фотографируют это место, что восстановить, пожалуйста, знак, отправляют это туда. Все. Ну, здесь уже вопрос оперативности, как оперативно будут решать эти проблемы. Спасибо, что, несмотря ни на что, ты все же приехал к нам в студию. Хорошо, нет, что. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель интернет-сообщества Барнаул-22 Алексей Куриленок. Из-за карантина по УРВИ и Гриппу в Барнауле полностью закрыт один детский сад, 69 групп не работают. Также на время приостановлен учебный процесс в 55 школьных классах. Напомним, карантин по УРВИ и Гриппу в Барнауле ввели 17 января. С этого дня городской комитет по образованию проводит ежедневный мониторинг посещаемости образовательных учреждений. Если в классе или в группе отсутствует более 20% детей, их закрывают. Чаще всего на такие вынужденные каникулы отправляют учеников с первого по восьмой классы. Программа будет пройдена, родителям не нужно здесь волноваться. Мы каждый год оказываемся в такой ситуации, и корректировка программы дает нам сегодня возможность не отстать от того, и даже в третьей четверти мы уже практически выходим на те параметры, как будто бы и не закрывались. На каникулах это не отразится. По прогнозам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, следующая неделя станет пиковой в плане заболеваемости УРВИ и Гриппом. Поэтому не исключено, что на карантин будут закрываться не только классы и группы, но и школы и детские сады в целом. К примеру, в Кемерове учебный процесс в школах приостановлен полностью. В прошлом году из-за введения ограничительных мероприятий догонять учебную программу пришлось учащимся пяти барнаульских школ и 14 детских садов. И вновь к теме коммунальной. Горе с потолка. Жители барнаульской многоэтажки уже не первый день просыпаются под звуки капели. На их голову в подъезде льется вода, нередко падает штукатурка. Причина в кровле. Ее коммунальщики словно забыли очистить от снега и льда. Осадки растаяли и потекли по этажам. Кирилл Политов с подробностями не только этой истории в сегодняшнем выпуске коммунального патруля. У нас висели огромные сосульки и попадала вода в подъезд. Сегодня провели эти работы, они скинули сосульки, но еще не совсем, а наледь на крыше осталась. И хотя вода источник жизни, такая жизнь Наталью Викторовну, как и других жильцов верхних этажей, не устраивает. Долгое время, по заверениям домочадцев, мастера местной фирмы БЖ-2 Октябрьского района не сбивали сосульки. Дождались, сбили. Вот только остальную часть в виде приличной шапки льда и снега оставили. В доме с номером 132 по улице Водопроводной проложена так называемая верхняя разводка. Трубы с горячей водой растопили скопившиеся осадки. Вода пошла вниз по этажам. Опасность в чем? В третьем этаже у нас живут здесь маленькие дети. И очень много детей. Двое детей, это младенцы еще до года. Неизвестно, как эта штукатурка может отреагировать. Она может просто-напросто упасть на голову. От потопа нет спасения. Жильцы подставляют тары, не помогает. Вода идет дальше. От сырости намокла штукатурка. Прецеденты падения уже были. Едва не попала на голову соседки Натальи Викторовны. Так что опасения горожан не безосновательны. Сырость дала почву для роста грибка и плесени. Жильцы уже обращались в различные ведомства, пока помощь утопающим в разгар зимы не пришла. Помощи нам от бжет нет. Но нанимать теперь юриста и разговаривать в суде, наверное, мы к этому же решению придем. Потому что с другого выхода нет. Или иначе у нас здесь кого-нибудь убьет эта штукатурка, когда она свалится, кому-нибудь ребенку или старому человеку на голову. Или иначе у нас просто дом в конце концов развалится. В этой ситуации мастера, по мнению нашего эксперта, руководителя компании ДЭС-2 Владимира Литасова, все же должны провести работу над ошибками. Конечно, надо посмотреть, чтобы этот лед не пошел с крыши и еще больше бед не наделал. Поэтому пляж компании, конечно, нужно промониторить, посмотреть эту ситуацию на крыше. И дальше уже по ситуации определяться, что с ней делать. Либо все-таки, если в каком-то безопасном месте оградить, все-таки нависать где-то над подъездом, ну, конечно, вышку нанимать и надо убирать ее. Продолжаем тему снега и льда. Машинам с низкой посадкой в этом ралли не место. Автолюбители первым делом здесь встречают глубокие колея. Выбраться из плена можно различными способами. Основное толкание авто в раскачку. Вот так о проблеме заснеженного двора по адресу Сизова 26 мы говорили в наших прошлых выпусках. Ищем 10 отличий. Вряд ли найдем, ведь здесь ничего не изменилось. Все та же приличная колея. Машина буксует, пытается выбраться и снова буксует. На помощь мастеров все той же компании «Бжет-2» уже местные не рассчитывают. Для пешеходов здесь и вовсе практически непроходимая местность. Падаем, идем, видите. Нормально. Тяжело пробираетесь. Ну, что поделаешь. Такая работа идти. Или такие коммунальщики. Коммунальщики такие, ну, очень. Спасибо. Ничего никому не надо. Обычно после наших репортажей коммунальщики встают на путь исправления и в итоге выполняют свои обязанности. Только не в этом случае. Сегодня вновь снег. Ситуация в отдельно взятом дворе наверняка еще осложнится. Дополнительно ко всему рядом расположено медицинское учреждение. Напоминаю обращение с жалобами на коммунальные службы. Мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. О самых актуальных расскажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. На этом все. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». В ближайшую субботу в музее «Город» пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого. Накануне был день его рождения. Творчество Владимира Семеновича для некоторых барнаульцев до сих пор источник вдохновения. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени. Сергей Степочкин, известный барнаульский автор и исполнитель, поет песню Высоцкого. Строки из нее он выучил еще в детстве в рамках школьной программы. Сергей уже давно сам пишет тексты и музыку. Некоторые его композиции по стилю и слогу напоминают Высоцкого. Так говорят слушатели. Многие говорят, вот ты там пародируешь. Да не пародируешь, сродни мне эта энергетика просто. Вот эта энергетика. Потому что есть такие вещи, где я не могу спокойно петь. Надо петь. Вот если ты поешь песню, как в последний раз. В библиотеке Минишишкова богатая коллекция виниловых пластинок. Здесь их 16 тысяч. Примерно 50 штук с голосом Высоцкого, с его стихами и песнями, которые исполняют известные артисты. Ну когда последний раз приходили за пластинками? Ну, по-моему, три-четыре назад приходили. Это приходили молодые люди, две девушки. Они брали пластинку песни Высоцкого в исполнении Марины Влади. В библиотеке Высоцкий по-прежнему популярен. Некоторые пластинки, например, это особенно востребованы. Здесь концертная запись песни, которую Высоцкий исполнил единственный раз в своей жизни. Ну а в субботу, 28 января, песни Владимира Семеновича прозвучат вновь. В исполнении современных музыкантов. В музее «Город» состоится вечер памяти. Кстати, исполнить свою любимую песню Высоцкого сможет каждый желающий. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». Ко дню Святого Валентина мы вновь объявляем конкурс на лучшее признание в любви. На ваших экранах видео победителей прошлого года. Свои оригинальные видеозарисовки вы можете присылать на адрес нашей электронной почты citynewsobakaalt.ru до 12 февраля. Видео должно быть не больше 30 секунд. Не забывайте указывать свое имя и фамилию, а также номер телефона. Каким будет приз, узнаете в ближайших выпусках. Новогодние праздники позади, а душа по-прежнему требует подарков и сюрпризов. Порадуйте себя на ярмарке верхней одежды. Все по 3 500. Регулярные обновления зимних курток и пуховиков. Цветовая феерия порадует глаз, а богатый ассортимент согреет душу. Симпатичные пуховики для юных модниц и классические для женщин бальзаковского возраста. И не забудьте приобрести обновку для ваших мужчин. Молодежные модели по достоинству оценят сыновья. А людям серебряного возраста понравится изящество и простота. Легкие по весу, они станут незаменимыми в зимнюю стужу. А пух, перо, синтепон, тенсулей, тверблюжья шерсть надежно сохранят тепло вашего тела и подарят ощущение зимней сказки. Если вы поклонник зимних видов спорта, без этой очаровательной курточки ваш гардероб точно будет неполным. И самое главное, здесь все предлагают по 3 500 рублей. Завтра ветер в Барнауле стихнет и станет гораздо прохладнее. Синоптики обещают, что температура понизится до минус 17-20. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова